Здесь я хочу обратить внимание на другой интересный момент. Вот вы сказали, что в семье три человека получили голосовать за Сайногла, а два за Фуртуну. И тут возникает логичный вопрос. А почему, зачем Шор разделяет голоса? И вот для меня до какого-то момента это было непонятно, но, по-моему, уже как-то сейчас пришло понимание, для чего он это сделал. По сути, это был с его стороны такой мягкий саботаж для того, чтобы Сайногла не набрал больше. Потому что с помощью этой коррупционной сетки он мог бы набрать гораздо больше. Но почему Шор так сделал? Потому что если Сайногла побеждает, Шор больше не нужен. И вся его сетка больше не нужна. И со следующего месяца эти все люди перестанут получать деньги. Потому что зачем они? Все. Есть новый лидер пророссийских сил, ему подключают партию социалистов, его делают лидеры, убирают оттуда до дона. И все. Дальше система Шора не нужна. Ни для чего. Тем более, что они верят, что ее пытаются разрушить государство. Поэтому он так аккуратно, он не может прямо идти против воли России. Потому что все-таки, если Сайногла проигрывает, с ним будут дальше работать. Но ему нужно сделать так, чтобы у Сайногла не был именно эффективный результат. То есть он должен хорошо выступить, но не победить. И это очень важный момент, я считаю, для того, чтобы понимать эти внутренние процессы. То есть получается, что на самом деле и Дадон, вот допустим, даже то, что он не выпускает Сайногла на дебаты, это тоже отчасти такой мягкий саботаж. Потому что Дадон понимает, что если Сайногла побеждает, зачем нужен Дадон? Какая его роль дальше? Никакая. И точно так же Шор понимает, что вся его сетка, она просто рухнет в один день, если Россия поймет, что вот у них есть свой новый ставленник, на которого надо направить всю помощь, все ресурсы и все. Ну, я не соглашусь с вами, что Дадон не хочет, чтобы Сайногла выиграл, потому что поражение Сайногла загоняет партию социалистов непонятно куда. А выигрыш дает возможность бороться за хороший результат на парламентских выборах. Кто будет лидером партии социалистов, это другой вопрос. Но Игорь Николаевич продемонстрировал изумительную способность выживаемости и выкручиваемости. Игорь Николаевич, его попросили уйти в 21-м году, он ушел, через год вернулся. Вы заметили, как он ушел? Он ушел и сделал так, чтобы в партии не было лидера. Чтобы не было лидера, правильно. Потому что если появился новый лидер, то Дадон бы уже не смог вернуться. И поэтому, представьте, если Сайногла победит. И вы заметили, что он на одном интервью, которое он давал на одном из телеканалов на прошлой неделе, он сказал, что есть большие пользы от того, что он идет именно от партии социалистов, а не как независимый. То есть он уже свыкся с этой ролью, ему нравится быть социалистами. И уже Дадону, если Сайногла победит, уже Дадон его не сможет оттуда выковырить. Я присоединяюсь к словам господина Андреевского. Дадон сливает господина Сайногла. Он его просто сливает. Вот я говорю, почему? Потому что он будет не нужен. Если будет другой лидер, он будет не нужен. Он это прекрасно понимает. Как в свое время он сидел Григория Узуна на башканских выборах. Я думаю, что он заиграл тогда Шором или что-то там Шор переиграл его. И сейчас я вижу, вот мое мнение, лично я присоединяюсь к вашему мнению, что он его просто сливает. Даже взять вот эти дебаты. У Дадона есть хорошие аналитики, есть хорошие политологи. Они могли его подготовить к этим выборам. Сайногл вышел, вообще не подготовленный к этим выборам. Вообще. Его просто слили. Ну как, на дебатах в воскресенье ему были написаны вопросы, ответы, выступления. Прошу прощения, там было как минимум два вопроса, которые, если бы Санду могла заплатить Сайноглу, чтобы он задал эти вопросы, она бы заплатила. Потому что эти вопросы помогли ей. И Приднестровскую тему снять вопрос, что якобы она хочет войну. И про НАТО снять тему, что якобы она тянет Молдову в НАТО. То есть он задал ей те вопросы, которые нужны ей. Кто это написал ему эти вопросы? Вот это самый сейчас интересный момент. Известно, кто писал. Известно. Я вижу вопросы, знаете, как ему задали прямые вопросы Сайноглу по его деятельности. Насчет Платона. Почему он отпустил Платона? Я бы этот вопрос перефразировал на месте госпожи Санду. Я бы сказал, за сколько ты отпустил Платона? Вот так вот. И даже с этим кульком, который никто в этом составе преступления не видит, и особенно не видит в этом преступлении генпрокурор, его даже к этому вопросу не подготовили. Хотя генпрокурор мог возбудить на основании того же разговора, где Дадон прямым текстом говорит, что я финансирование получал отсюда, а сейчас, господин Плохотнюк, извини, финансировать должен ты. Мне так и сказали там. Мы деньги передаете этому, Харнелу или кому-то там. Могли просто на основании вот этих других свидетелей возбудить уголовное дело. Но Сайноглу был заинтересован в сокрытии этого дела, в разломе этого дела. Почему? Потому что ему это было невыгодно. Ну не только этого, я вспоминаю. Ну, господин Голин, к этим-то двум вопросам, эти были насущные вопросы, которые вся страна сегодня задает, его к этим вопросам хотя бы можно было подготовить. Он же ответил, сказал, что не важно, что было в Кульке. Да, там, думаю, что не только по этому вопросу, были еще по-другим. Я вчера готовый с передачи нашел интересное, просто вспомнил, Андрей, наверное, тоже забыл, сейчас напомню, что когда Плохотнюк сбежал и находился в Эмиратах, все знали, что он находится в Объединенных Арабских Эмиратах, а прокуратура направила запрос, куда? В Англию или куда? В Саудовскую Аравию. В Саудовскую Аравию. В Саудовскую Аравию. Ошиблись, перепутали. Запрос об экстрадиции. Там арабы, там арабы. В Саудовскую Аравию. Что это было, так никто и не понял. Но было, было такое. Что это было?